Вино из варенья получается больше крепленным, чем десертным, особенно, если варенье старое, по вкусу вино получается похожим на те фрукты, из которых изготовлено варенье. Побалуйте дорогих гостей вином домашнего приготовления, сделать его просто. Для этого понадобится старое варенье, вино готовится чуть больше месяца и получается великолепным. Для улучшения брожения в него нужно добавить по вкусу сахар и виноград. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Возьмем 3-х литровую банку, тщательно ее вымоем, кладем туда варенье, после этого нужно добавить виноград, по вкусу, в среднем уходит килограмм винограда, предварительно виноград нужно растолочь до образования мякоти. 2. Теплой водой нужно залить полученную смесь из варенья и винограда, теперь нужно сделать пробку для банки, для этого возьмите вату и плотно закройте горлышко банки. 3. Банку оставьте на 10 дней в темном месте, когда ягоды поднимутся вверх, содержимое нужно процедить, процеживать лучше через марлю, полученный жмых нужно выбросить. 4. Оставшиеся сусла следует залить обратно в банку, наденьте на горлышко перчатку, через день перчатка начнет надуваться, это будет свидетельством того, что процесс сброжения начался. 5. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Дней через 40 перчатка обвиснет, это показатель того, что процесс сброжения завершился. 6. Процеживаем вино привычным способом, количество процеживаний зависит от того, из какого варенья вы делали напиток. 7. Разливаем вино по бутылкам и отправляем в темное место, чем дольше оно постоит, тем вкуснее и насыщеннее будет его вкус. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Варенье, по вкусу, виноград, по вкусу, сахар, по вкусу, количество порций 20-40. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До свидания, друзья.